Выступление президента с посланием народу в первых числах сентября – это традиционный уже старт политического сезона. Если провести аналогию с телесериалами, то каждый раз это развитие предыдущих инициатив. То есть поступательно и планомерное движение вперед, главная цель которого – повышение реальных доходов казахстанцев и качества жизни в стране. За презентацией важного документа внимательно следила Светлана Пенькова. Казахстан по меркам государственного долголетия – страна все еще молодая. Многие фундаментальные вещи в процессе создания. Поэтому деньги надо тратить рационально, как жителям, так и чиновникам. Жить посредством – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные затраты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными. Очередными и стратегическими. Причем денег в государственной казне и сейчас должно быть больше. Но в общий бюджет скидываются не все, кто должны. Либо эти поступления не совсем справедливы. Поэтому пройдут реформы в налоговой системе. К примеру, льготы оставят только тем предпринимателям, которые реально открывают новые рабочие места и расширяют производство. А для граждан ведут градацию подоходного налога. У тех, кто зарабатывает сильно больше среднего, он будет выше, чем у получающих минимальные оклады. Если мы говорим про справедливую налоговую систему, про справедливые отношения, то рано или поздно мы придем. Банки – одна из зажиточных структур. Причем в свое время выйти из кризиса им помогло государство. Но они не торопятся возвращать долг. К примеру, их налоговые отчисления никак не должны быть меньше дивидендов владельцам. И, конечно, они должны активно кредитовать бизнес. Банки – это кровеносная система для экономики. То есть они должны финансировать нашу именно экономику, малый и средний бизнес, чтобы он развивался, чтобы он платил налоги, чтобы увеличивалось заработная плата, производительность, количество рабочих мест. А если это не происходит, то как они будут развиваться? Учитывая, что ранее Космужамар Токаев уже обращал внимание банкиров на то, что они должны кредитовать реально сектор экономики, нынешнее заявление можно трактовать как последнее президентское предупреждение. И чтобы в будущем уже не надо было лишний раз взывать к сознательности, в Казахстане разработают новый закон о банках. Нынешний сильно устарел. Кстати, последний звонок прозвучал и в плане возврата активов. Собственники солидных, но сомнительных капиталов могут рассчитывать на амнистию лишь при вложении денег в экономику страны. И вот одна из сфер, которая страдает от отсутствия доступных денег на развитие – аграрная. При том, что отдача может быть очень высокой, даже несмотря на то, что практически весь Казахстан – это зона земледелия с высокими рисками из-за капризов природы. Деньги нужны, и деньги нужны именно длинные, и проценты должны быть там минимальные. И мы должны трудиться, и мы должны понимать, что сельскохозяйственная отрасль – это не торговля. Сегодня купил, завтра продал, послезавтра посчитал прибыли. И здесь нужно играть в долгую. Иван Саур знает о потребностях аграриев не понаслышке. Он всю жизнь занимается сельским хозяйством. И делает это настолько успешно, что о маленьком селе Родина слышали по всему Казахстану. Здесь гектара собирает не менее 20 центнеров пшеницы, тогда как в среднем по стране 14. Молока в год производят 32 тысячи тонн, и объемы растут. Некоторые другие селые фирмы тоже бравируют цифрами, но именно что лишь бравируют. Передают наверх, что построили молочный завод, а по факту не выпускают и литропродукции. Говорят, что засеяли тысячи гектаров, а на деле даже тракторы не выгнали на поля. Зато субсидии под это получают исправно. Недостоверные данные. А по-другому говоря, фальсификация не позволяет оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве. В специальной комиссии уже выявлено несуществующих 2 миллиона голов крупного и более 3 миллионов голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это, по сути, приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а те, кто этим занимается или занимался, привлечь к ответственности. Чем еще отличается родина от многих других сельхозкомпаний? Тем, что 40% акций принадлежат работникам. И каждый, выходя утром на смену, понимает, что его труд – это вложение в собственные доходы. Потому что они напрямую зависят от персонального и общего результата. Здесь нет текучки кадров, а производительность равна 24 миллионам тенге на одного сотрудника. Тогда как в среднем по стране этот показатель в 5 раз ниже. Немаловажную роль играет и вложение в комфорт людей. Если не уделять внимания, если не заботиться о создании условий для людей, не только работы, но и жизни, для их детей, то ничего не будет. Можно рисовать все задачи, какие угодно. Можно брать кредиты самые дешевые. Можно привлекать инвестиции. Можно там хотеть что угодно. Но если не создать условий для людей, именно тех людей, которые сегодня непосредственно работают в сфере производства, ничего не будет. Ничего не будет. Бесплатный детский сад, бесплатное питание в школе, бесплатное жилье, продовольственная корзина, кружки, спорт, секции – все бесплатно. Но даже элементарно вы можете посмотреть на улицы родины, вы можете увидеть, что создано очень много красивых мест, созданы места для отдыха, созданы места, где люди могут, к примеру, вечером заняться чем-то для себя полезным. Еще один вариант поддержки местного населения от агропроизводителя – вот такие двойные цены. Те, что меньше – для сельчан. Изначально их вводили, чтобы жители могли после работы отдыхать, а не стоять вторую смену, ухаживая за скотом. Но вышла двойная польза. К отдыху добавилась значительная экономия семейного бюджета. Скидки действуют на все, что производят в селе – молочная, мясная и хлебобулочная продукция. Вот, например, хлеб 50 тенге. Когда еду, я в город Кокштау, там у меня дети живут, я отсюда вкупобулки беру, там зайду за 200, за 180. Неохота брать, честно говорю. Как-то не то. Молоко 200 тенге у нас. Мясная продукция на полтора тысячи. Ну, на 50% скидки. Молочная, хлебная и мясная продукция. А что не жить? Все хорошо. Местные жители уверены, что в селе Родина думают и заботятся о комфорте людей, потому что глава фирмы и вся его семья живут здесь же. Ездят по тем же дорогам, едят те же продукты. Но так, увы, не везде. Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль. И не заботятся о жизни сельчан. Такие землеволодельцы нам не нужны. Правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими. Село Родина, конечно, разительно отличается от большинства казахстанских аулов. И налогов здесь собирают больше, чем это обычно бывает. В основном, конечно, благодаря агрофирме. Из 24 миллионов поступлений в этом году 17 от предприятия. Но распределяют их, как и в других селах, по решению жителей. Саят Калеев в должность Акима тоже получил по воле народа. Победил на выборах. Заявленный в послании переход на избирательную систему для глав районов и городов областного значения чиновник полностью поддерживает. Потому что, общаясь с коллегами, уже видит изменения. Госаппарат обновился. То есть это сельские Акимы. Пришли бизнесмены попробовать себя. И неплохо у них получается. То есть они могут работать с денежными средствами, со счетами. Вот это все. Сразу видят проблему. Не то, что видят. И сразу же предлагают пути решения. Давайте, как раз, так сделаем, так сделаем. То есть у них хорошо получается. Местные жители есть, которые подали и прошли. И неплохо у них получается. За свое село, за свой край, округ, за свою родину. Поэтому, как бы они пытаются честно работать и эффективно. То есть не жалеют себя. Понимаете, вы хотите воспитать ребенка достойного, самого любимого. Ну, они и так самые любимые. Но чтобы он для всех был самый, чтобы все заметили, что он самый-самый. Вы что вложите в него? Вы же не будете говорить, я ему куплю картинки, карандаши, фломастеры, портфель, коньки и все такое. Вы скажете, я душу вложу в него. И в землю, и в ферму, и в улицу, и в детскую площадку. Везде нужно вложить душу. Действительно, вкладывать в человеческий капитал – это лучшее решение. И дивиденды от этого солиднее. Ну, не зря же есть народная мудрость, по которой, если хочешь реально помочь человеку, то ему надо дать не рыбу, а удочку. И научить ею пользоваться. Конечно, ведь в таком случае нуждающийся получать не разовый бесплатный обед или ужин, а полезный навык, который поможет прокормить себя и семью. Повышать авторитет человека труда, воспитывать и растить таких людей – это государственная философия Касымжемарта Тукаева. Причем качественных профессионалов должны выпускать как вузы, так и колледжи. Многие колледжи, если не большинство, уже даже с университетами могут по техническому обеспечению поспорить. Современный мир не стоит на месте, и когда мы готовим такого специалиста, даже технически, когда он выходит от нас, не имея высшего образования, но техник, который подготовлен в колледже, уже реально может работать на производстве. Мне нравится монтажные работы всякие делать и красоту наводить в проводах. Просто я же буду расключать заводы, допустим, какие-то автоматизационные линии, и это все будет работать, это все будет на мне, это все будет уложено красиво. Вообще, я хотел программистом быть, но мне понравилась и электрика тоже. Артем – победитель республиканского конкурса среди студентов по мехатронике. Вместе со своим напарником Платоном они собирают и запускают автоматизированные линии для завода, фабрик и небольших производств. Хотя, если посмотреть на специальность, по которой обучается Артем, то это стандартное электроснабжение. Однако навыки, которые сейчас дают обучая на электриков, уже касаются далеко не только цепей реле и тока. Сейчас не просто готовится рабочий сварщик или рабочий электрик и так далее. Это человек, который, выражаясь простым языком, очень хорошо дружит с головой. Любой электрик – это уже не то восприятие, как молодые люди, может быть, думают, что это человек, который по столбам лазит. Это человек, который может, на минуточку задумайтесь, подключить умный дом. Все ваши устройства, зашли домой, у вас там, не знаю, шторы сами открылись, ванна набралась и так далее. Даже если бы они работали только руками, это тоже было бы достойно уважения, потому что без рабочих профессий жизнь попросту остановилась бы. Не появились бы новые дома, а в тех, что есть, никто ничего бы не чинил. На улицах и во дворах тяжело было бы пройти из-за грязи, на прилавки не поступила бы еда, одежда, техника и прочее. Потому что все это – результат усилий простых тружеников. И президент решил объявить 2025 годом рабочих профессий. Ценности трудолюбия и профессионализма в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации. Поэтому мы продолжим принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда. Не бывает плохой работы. Любой труд в почете. Главное, чтобы каждый гражданин выполнял свои обязанности добросовестно, с глубоким чувством ответственности. Только так наша страна достигнет высот на пути прогресса. В обществе все еще есть стереотип, что представителям рабочих профессий много не платят. Но те, кто знают сферу изнутри, уверяют – это не так. Квалифицированный сварщик получает больше рядового юриста, а зарплата опытного электрика выше, чем у бухгалтера. Вопрос лишь в навыках, которыми обладает специалист. И если начать их нарабатывать еще со студенческой скамьи, то к окончанию колледжа будет и стаж, и опыт, и достойный оклад. Я работаю по своей профессии и зарабатываю от 300 до 400 тысяч тенге. То есть ты, обучаясь, уже работаешь? Да, да. Изготавливаем бетонные плитперекрытия. Голымжан Алимжан в строители пошел осознанно, продолжая семейную династию. Но большинство его однокурсников честно признались – на эту специальность был грант, поэтому подали документы сюда. Однако в процессе учебы так втянулись, что теперь себя вне профессии не мыслят. Вроде бы обычная вещь. Я просто штукатурю сену, но это так интересно. Вот мы уже сделали вот такие вот дома. Маленькие домики. Всю любовь, всю силу, энергию потратить, чтобы сделать это. Просто чтобы пройти эту практику. Слушай, ты теперь можешь свой дом построить? Ну, в будущем надеюсь, что построю для родителей, не только для себя. Чтобы появилось стремление стать лучшим в профессии, быть востребованным, ее нужно полюбить. И здесь на первый план выходят преподаватели. Потому что привить уважение к своему труду вчерашним школьникам, которые часто скептически относятся к этому, могут лишь они. У нас есть прекрасный преподаватель Максим Андреевич. Вот в моем колледже. Он придумывает разные задания на пары свои. И интересные. То есть он завлекает им в это во все. То есть интересные тесты придумывает какие-либо. Не просто скучно ведет пару. Вот прям интересно слушать его. Артемом и Платоном мы успели поговорить практически перед вылетом. Сейчас они уже во Франции, где проходит международный конкурс рабочих профессий WorldSkills. Наши ребята поборются за награды в номинациях мехатроника, сантехника и отопления. Будут доказывать всему миру, что в Казахстане умеют растить профессионалов с большой буквы. Профессионалов, которым предстоит очень многое сделать для страны. Как, впрочем, и каждому казахстанцу. Ресурсов на все, естественно, не хватает. И сиюминутного результата никто не обещает. Многие проблемы в стране накапливались годами. Мы, ничего не скрывая, открыто говорим все как есть. И как бы это ни было трудно, целенаправленно и системно решаем все вопросы. Предстоит большая работа. Работы действительно предстоит много. И в будущих выпусках мы еще детально поговорим о тезисах президентского послания. Но, конечно же, главное, насколько быстро и качественно выполняют поставленные задачи. Многое из того, что было заявлено в прошлом году, уже сделано, что не может не радовать. Да, и хотя в сравнении со стратегическими вопросами это мелочь, но с открытием нового политического сезона состоялся анонсированный ранее переезд Можилиса в более просторный зал, где до этого проходили совместные заседания парламента. А президентское послание прозвучало в новом зале. Мы, как телезионщики, конечно, на это обратили особое внимание. И, пользуясь случаем, скажу, что было бы неплохо, если бы нам провели там отдельную экскурсию, дабы подробнее познакомить казахстанцев с местом важных государственных заявлений. В первую очередь, конечно, бросается в глаза цветовая гамма. Дизайнеры использовали бирюзовую палитру, символизирующую казахстанский флаг. Стены отделаны светлым деревом с орнаментом, а по бокам от президиума видны изображения духовной мекки Мавзолея Худжихмеда Ясауи и курортной жемчужины Борового. По вместимости все так же. Обращение главы государства к народу из первых уст слушают не только депутаты, руководители регионов, центральных правительственных ведомств, но и члены национального курорта, омбудсмены и другие приглашенные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok